Сегодня мы продолжаем знакомиться с исторической частью Ивана Франковска. На этот раз любознательность привела нас на улицу Шевченко. Сейчас вы узнаете интересные факты о ней. Устраивайтесь поудобней. Поехали! Улица Шевченко ведет свою историю практически от появления самого Ивана Франковска. Она расположилась почти в центре города и заканчивается входом в парк с одноименным названием. В самом начале улицы мы можем заметить гостиницу Днестр. Один из главных архитектурных памятников города. Продолжая прогулку, можно встретить отреставрированное здание, в котором располагалась Станиславская гимназия. Про эти здания я расскажу чуть позже. Гуляя по улице, можно заметить еще много разных интересных памятников. Поэтому улица Шевченко, как и стометровка, стала любимым местом для прогулок многих жителей города. Первое упоминание про улицу Шевченко можно найти на картах города в 17 веке. Тогда это была просто дорога, которая тянулась от городской крепости до Зверенецкой Дубравы. На картах тех времен можно заметить, что она именуется аллеей для прогулок, и на ней росли липы и другие деревья. Историки не знают, кто и когда посадил тут столько деревьев. Однако, можно точно сказать, что в 19 веке эту улицу назвали Липовая. Но это было не единственное переименование улицы. В 20-х годах прошлого века часть улицы, которая сейчас является главной аллеей парка Шевченко, стали именовать аллеей Креховецких Уланов. Оказывается, эти Уланы, поддерживаемые русскими войсками, пять часов сдерживали наступающих немцев в направлении Станислава во время Первой мировой войны. Пол Кулан в этом сражении вышел победитель. Но это название продержалось лишь до 1934 года. В этот год ей дали имя Бронислава Пиратского. Он был министром внутренних дел Польши. Через семь лет улице вернули старое название, и она опять стала Липовой. Но это название тоже продержалось недолго. До 1953 года ее переименовывали в улицу Красноармейскую и в улицу Сталина. Своё современное название улица получила в честь украинского поэта Тараса Шевченко только в 61-м году. Интересен тот факт, что Шевченко ни разу не был в Голиции. Домами улица стала обзаводиться с конца 17-го века. К началу 19-го века их было всего лишь 16, и то маленьких. Прошлое время, и домов стало гораздо больше. Некоторые сохранились и до наших дней. Сейчас вы познакомитесь с некоторыми из них. В двухэтажном доме под номером 16, построенном в 1843 году, жил адвокат Пшебеловский. Городские власти выкупили этот дом в 1883 году и сделали его резиденцией городского епископа. Долгие годы этот особняк оставался резиденцией разных епископов. Тоже в этом доме размещалась военная администрация. Сейчас этот дом находится на реставрации. Дом с химерами был построен в 1905 году. Австрийские власти дали разрешение разместить в нем Станиславскую украинскую гимназию. Она располагалась в доме 34 года. В 1939 году гимназия превратилась в обычную школу. Первым названием отеля Днестр было Австрия. Здание было построено в 1914 году согласно проекта архитектора Фредерика Януша. Это было одним из отличных отелей того времени. В здании и отелях можно было посетить кафе, кинотеатр и ресторан. Отель именовался также Варшава и Спартак. Окончательное название Днестр отель получил в 1961 году. Также будет интересно знать, что в отеле в 1920 году располагалось издательство Быстрица. Гуляя по этой улице можно встретить муралы, украшающие стены и интересные композиции, сделанные кузнецами. Вот мы и дошли с вами до главной аллеи парка Шевченко, в которую плавно перетекает улица. С парком мы познакомимся чуть позже, ведь это уже совсем другая история. Субтитры сделал DimaTorzok